всем привет сегодня у нас обзор на новый радар-детектор фирмы инспектор это инспектор gts это инспектор gt как мы знаем была у нас модель такая вот добавил буква с это у нас сигнатурный режим вот сейчас как мы знаем все производители переходят на сигнатурные устройства вот плохо это или хорошо это мы увидим уже в дальнейшем но сейчас прогулок поговорим о этом приборе сигнатуры на данный момент писем у нас кордон кордон м2 кречет крис в аккорд визир искра радис бинар робот сокол амата лист полискан вот это все что у нас как бы внесено сигнатуры и в базу gps у нас внесены стрелки камеры радар поток муляж автодория и другие вот есть в этом приборе режим режим трасса режим айкью интеллектуальный режим то есть чем быстрее едет тем задольше предупреждает и сигнатурный режим сейчас мы откроем коробочку перед этим я вам покажу как все это выглядит красиво сейчас мы откроем коробочку и посмотрим что у нас есть в комплекте прибор сделан в корее напомню гарантия на прибор один год у нас есть инструкция на русском языке такая большая с картинками вот у нас есть липкий коврик у нас есть гарантийный талон обычный кабель питания как всех радар детекторов кабель usb для обновления программного обеспечения и кронштейн с присосками комплектация классическая примерно как у всех радар детекторов ничем не отличает вот такой у нас прибор тут у нас кнопка переключения режимов кнопка меню кнопка качели вперед-назад плюс-минус тут у нас колесико включение и прибавление громкости разъем питания на 12 вольт здесь у нас слот usb mini usb для обновления программное обеспечение тут у нас кнопка для фиксации кронштейна вот сейчас мы включим его и посмотрим что у нас есть меню связь со спутниками установлена вот такой у нас интерфейс тут у нас показывается время когда мы едем тут показывается наша скорость тут у нас включен режим айкью вот можно это у нас поставлено ограничение скорости мы поставили на 30 чтобы можно можно было протестировать это у нас электронный компас сейчас зайдем в меню порог максимальной скорости максимальная скорость ли гури регулируется от 10 до 150 километров в час напряжение бортовой сети напряжение бортовой сети часовой пояс часовой пояс у нас плюс 5 по гринвичу авто приглушение авто приглушение у нас включено голосовые оповещения включены прием спутников включен прием радаров включен приоритет оповещений приоритет оповещением можно установить без приоритета по большой координат по базе и по радару оповещение а дистанции до объектов включено можно его выключить то есть он будет вам говорит 500 100 метров до объекта, 300 метров до объекта и так далее. Дистанция оповещений можно регулировать. Можно поставить автоматическое. То есть автоматическое будет в зависимости от вашей скорости. Пометка это если вы сами будете ставить точки. Муляж по GPS базе. Поток по GPS базе. Включена. Камера. Включена. Действие порога скорости. Лазер. Включен. Стрелка. Включена. Диапазон K-A. Выключен. Диапазон K. Ключен. Диапазон X. Выключен. Допустимое превышение скорости. Допустимое превышение по GPS у нас кратное 5. 10 км в час. Это удобно. Сигнатурный режим. Порог скорости. Режим IQ. Порог скорости. Режим трасса. Порог скорости. Порог максимальной скорости. Это все меню. Что можно сказать об этом приборе? Как все мы знаем, что сигнатурный режим его можно использовать только в городе. Потому что ни один производитель на сегодняшний день не гарантирует, что будет охват максимальный. То есть абсолютно все камеры он будет ловить. Но они это не заявляют. Они пишут честно, что технология еще не до конца допилена. Но в принципе в городе совокупно с GPS модулем можно его использовать. Естественно, когда вы выезжаете на трассу, лучше ставить режим трасса. Или режим IQ. Режим IQ он интеллектуальный. Чем быстрее едете, тем задольше предупреждают. Ну, как-то так. Потому что ни один производитель еще не может внести абсолютно все камеры. Такого не может быть. И на сегодняшний день еще никто этого не сделал. Вот. Ну, такой обзорчик был. Мы сейчас покатаемся еще немножко по камерам. Посмотрим, как он реагирует и какие алгоритмы работы у него используются при работе. Ну, а вы ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши видео. И всем пока. Всем удачи. Тестировать мы будем на режиме трассы, так как нас интересует максимальная чувствительность данного прибора. Все остальные режимы вы можете использовать как хотите. То есть, естественно, на режиме трассы помех будет больше. Но нас интересует чувствительность. То есть, помехи, они как бы имеют второстепенное значение. Основная работа радар-детектора – это не попасть на полицейские радары. Продолжение следует... Сейчас началась сработка по GPS-модулю. Посмотрим, за какое расстояние он будет детектировать радар-арену. Дистанция – 500 метров. Тарену мы увидели где-то порядка 400 метров. 300 метров. Неплохой результат. Тут у нас сработка радарной части и тут по GPS расстоянии. Диапазон кей. Объект пройден. Сейчас мы протестируем радар-детектор инспектора GTS в сигнатурном режиме на радарный комплекс Кречет. Как он распознает Кречет по частоте, по названию. Диапазон кей. Вечер. 100 метров. Объект пройден. Да, давай.